Инстардинг представляет 50 лучших цитат Генри Форда Генри Форд – американский промышленник, изобретатель, основатель компании Форд. На пике карьеры его состояние оценивалось в 200 миллиардов долларов, что позволило ему занять почетное второе место среди богатейших людей за последние 100 лет, уступая лишь Джону Рокфеллеру. О деньгах Чем острее жажда денег, тем меньше шансов их получить. Иметь деньги абсолютно необходимо, но нельзя забывать при этом, что цель денег – не праздность, а умножение средств для полезного служения людям. Богатство, как и счастье, никогда не достигается, когда к нему стремятся напрямую. Это побочный продукт предоставления полезных услуг. Если деньги – ваша надежда на независимость, вы никогда не станете независимым. Единственная настоящая гарантия, которую человек может получить в этом мире – это запас его знаний, опыта и возможностей. Отложенные деньги будут уменьшаться, вложенные же в себя деньги сделают вас богатым. Кажется, все искали кратчайшие дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую, ту, которая ведет через ежедневный труд над собой. Сила и машина. Деньги и имущество полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе. Об успехе. Вы можете забрать мои заводы, сжечь мои здания, отобрать все мои деньги, но пройдет немного времени, и я все восстановлю, ведь моя голова останется при мне. Если вы думаете, что у вас получится, вы правы. Если же думаете, что у вас не получится, вы тоже правы. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. Если тебе тяжело, значит ты поднимаешься в гору. Если тебе легко, значит ты летишь в пропасть. Неудача. Это возможность начать заново, но уже более мудро. Нет ничего позорного в справедливой неудаче. Позорно бояться потерпеть неудачу. Люди чаще сдаются, чем терпят неудачу. Наши неудачи поучительнее наших удач. Единственная настоящая ошибка – та, на примере которой мы ничему не научились. Препятствия – это те пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. Мысли о будущем, постоянные размышления о том, как сделать больше, порождают такое состояние ума, при котором ничто не кажется невозможным. Успешные люди вырываются вперед, используя то время, которое остальные используют в пустую. Время не любят, когда его тратят в пустую. Если ты будешь колоть дрова самостоятельно, то они согреют тебя дважды. Мой секрет успеха заключается в умении понять точку зрения другого человека и смотреть на вещи и с его, и со своей точек зрения. Чтобы работать успешно, нужно иметь возможность работать регулярно. Если бы я делал только то, что от меня хотят люди, они бы до сих пор ездили с помощью лошадей. Многие упускают благоприятную возможность только потому, что она замаскирована под рабочую спецовку. Воздух полон идей. Они постоянно стучатся к вам в голову. Вы просто должны знать, что вы хотите, затем отпустить это и заниматься своим делом. Идея придет внезапно. Так было всегда. Вы не можете заработать себе репутацию на том, что только собираетесь делать. Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. Я этого хочу. Значит, это будет. О бизнесе. Бизнес, который не приносит ничего, кроме денег – это плохой бизнес. Самый рискованный бизнес – делать дело ради чистой наживы. Это напоминает азартную игру, играть в которую редко удается больше, чем пару лет. Бизнес, абсолютно посвященный услугам, будет иметь незначительное беспокойство о прибыли. Она будет неприлично большой. Зарплату платит не работодатель, он только распоряжается деньгами. Зарплату платит клиент. Я никогда не говорю, мне нужно, чтобы вы это сделали. Я говорю, мне интересно, сумеете ли вы это сделать. Спрашивать, кто должен быть боссом – все равно, что спрашивать, кто должен быть тенором в этом квартете. Конечно, тот, кто может петь тенором. Никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на мелкие части. Есть одно правило для предпринимателя, и оно в том, чтобы производить товар наилучшего качества по насколько возможно низкой цене, платя как можно более высокую зарплату. Качество – это делать что-либо правильно, даже когда никто не смотрит. Опасаться следует того конкурента, который на тебя вообще не обращает внимания, а занимается собственным делом, с каждым разом выполняя его все лучше и лучше. Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. О людях. Думать – самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Для большинства людей необходимость мыслить – это наказание. Идеальной представляется им работа, не предъявляющая никаких требований к творческому инстинкту. Таковы все умные люди. Они так умные и опытные, что в точности знают, почему нельзя сделать того-то и того-то. Видят пределы и препятствия. Поэтому я никогда не беру на службу чистокровного специалиста. Если бы я хотел убить конкурентов нечестными средствами, я предоставил бы им полчища специалистов. Получив массу хороших советов, мои конкуренты не могли бы приступить к работе. Они есть повсюду. Эти странные люди, которые не знают, что вчера – это вчера, и которые каждое утро просыпаются с прошлогодними мыслями в голове. Только два стимула заставляют работать людей – жажда заработной платы и боязнь ее потерять. Единственный момент, когда деловой человек может занять деньги с некоторой уверенностью, это когда он в них не нуждается. Человек умирает тогда, когда перестает расти, а похороны – просто формальность. Каждый, кто перестает учиться, стареет. Неважно, в 20 или 80 лет. А любой другой, кто продолжает учиться, остается молодым. Самое главное в жизни – это сохранить мозг молодым. Хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра же случилась бы революция. Человек имеет два мотива поведения. Один – настоящий, и второй, который красиво звучит. Лучший друг – тот, кто поможет нам проявить лучшее, что заключено в нашей душе. При наличии энтузиазма вы можете достичь всего. Энтузиазм – это блеск ваших глаз. Стремительность походки, крепость рукопожатия, непреодолимый прилив энергии и воли для притворения в жизнь ваших идей. Энтузиасты – это борцы. Энтузиазм – краеугольный камень всего прогресса. Только с ним возможен успех. Без него у вас есть только возможности. Генри Форд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова